В вечернем эфире ТСВ «Экспертное мнение» в студии работает Светлана Мартынюк и Алла Горбатенко. С 1 апреля налоговики смогут делать контрольные закупки у предпринимателей, которые перешли на упрощенку. А в субботу на канале ТСВ вышел сюжет в программе «Отражение». Наш корреспондент Наталья Ткачук провела эксперимент, сколько покупок проходит мимо кассы. Да, о результатах этого эксперимента поговорим сегодня. Сегодня с нами на связи заместитель председателя правительства Станислав Касаб. Добрый вечер. Станислав Михайлович, вы видели этот сюжет, я так думаю. Мы вкратце рассказываем для тех, кто не успел его посмотреть в эфире. На ютубе еще можно посмотреть. Наш корреспондент отправилась делать покупки и зашла, если не ошибаюсь, в 12. 12 точек. Да, у нее было 12 покупок и только 3 из них она получила чек. Как вы считаете, это случайность или это реально отражение реальной ситуации сейчас? Ну, наверное, сложно сказать, отражает ли это статистику в полном объеме, потому что есть разные торговые предприятия, разные, скажем, отрасли торговли. Где-то чеков выдается больше, где-то меньше. В этом сюжете демонстрировались в основном кофейни, организации, которые занимаются общественным питанием. Ну, в целом, наверное, практика показательна из этого репортажа, хотя с точностью сказать невозможно. То есть, сколько выдается? Наверное, где-то 50 на 50, по нашим почерам. Ага, вот так. Вам часто дают чеки, вот когда вы покупаете? Да, вы же тоже ходите в магазины, видите, как, что происходит. Ну, безусловно, чеки дают, как правило, юридические лица всегда. Да, да, они привыкли. Они спрашивают, нужен тебе чек или нет, тебе его просто дают, и ты его, как правило, берешь на автомате. А когда ты приобретаешь нечто мелкое, ну, например, чашечку кофе, понятно, она стоит там 10-13 рублей, то в этом случае чек зачастую не выдается, это вот из практики. Смотрите, вот... Интересно, вот человек должен спрашивать? Нет, вот мы привыкли, что в супермаркетах нам всегда дают чеки. Кто-то берет его, кто-то его оставляет на кассе. Даже не возникает вопроса. Даже не возникает вопроса, что нам должны дать чек. А вот здесь вот, может быть, покупатели должны как-то еще помогать здесь предпринимателям, не знаю. Просто спроси, да, дайте мне, пожалуйста, чек. Вот, на ваш взгляд, если покупатель не просит чек, чем это для него может обернуться? Ну, надо понимать, чем является чек для покупателей и для продавца. Чек – это документ, письменный документ, подтверждающий факт совершения сделки по купле-продаже товара и факт расчета за этот товар. Когда у покупателя есть чек, он может рассчитывать сразу на несколько вещей. Во-первых, он может требовать возврата товара ненадлежащего качества. Он может быть уверен, что его не обсчитают при купле-продаже того или иного товара. Ведь зачастую можно увидеть на ценнике в магазине одну цену, а по факту что-то другое. И только потом, после расчета, рассмотрев чек более внимательно, можно увидеть, что тебя обсчитали. Более того, само пробитие по чеку дает возможность потом, если была использована онлайн-касса, из базы данных вытащить стоимость произведенного платежа, даже если он был произведен наличными денежными средствами. А вот если чека нет, то, собственно говоря, и покупатель лишается практически любой возможности доказать не только то, что при покупке были какие-то нарушения, качество не то и так далее. Он не может доказать даже сам факт того, что он был в этом магазине и что-то покупал. Ну, разве что, если там не стояла камера видеонаблюдения, которая что-то записала. Ну, вот знание, мне кажется, знание закона прав потребителей у нас хромает все-таки, да, люди? А вы знаете, я хочу рассказать свой пример. Ну, много, я не знаю, года 3-4 назад случай был в супермаркете, я взяла десяток яиц, там, не знаю, чек был небольшой, и пришла домой и посмотрела, вот случайно посмотрела на чек, а мне выбили просто кассир, ошиблась, был большой поток покупателей, а мне выбили два десятка яиц. Я вернулась буквально по горячим следам, мне вернули деньги, попросили извинения, все, инцидент был исчерпан. То есть получается, что от таких случаев мы не застрахованы, но если у нас на руках чек, мы можем доказать, что, ну, где-то что-то вот не то. Да, кто-то ошибся. Я вот еще обратила внимание в сюжете нашей коллеги, в одном из случаев, когда продавец, это была в данном случае бариста в кофейне, выдавала чек, она вот так прям в сердцах сказала, что да, мы выдаем чеки, потому что вот, ну, уже надоели, да, налоговая достала, да, приходит. Почему так получается? Неужели вот только через наказание, получается, эта система работает? Ну, вы знаете, здесь, наверное, правильно обратиться к международному опыту регулирования этой сферы отношений по совершению сделок, выдаче чеков, защите прав потребителей. На самом деле, изучая опыт других стран, мы понимаем, что все страны через это прошли. Когда-то вводилось требование по применению онлайн-касс всеми предпринимателями при купле-продаже, то же самое было в Российской Федерации, естественно, на первом этапе дисциплина хромала, потому что люди к этому не привыкли. К этому не привыкли и продавцы, это было для них ново, дополнительной нагрузкой. К этому не привыкли и покупатели, которые тоже, ну, не имели никогда такой возможности этот чек получить, и где-то им отказывали, учитывая, что не было таких требований в законодательстве, и не было соответствующей культуры выработано. Тем не менее, все страны через это прошли. И, помимо прочего, для того, чтобы эту дисциплину, собственно говоря, водворить вот в эти отношения, применяются меры, естественно, административной ответственности на основании проводимых проверок, в том числе контрольных закупок. Мы следуем тем же путем, как и другие страны. Мы действительно будем проводить силами налоговой службы соответствующие проверки. Безусловно, целью не является кого-то наказать или получить штраф. На самом деле, мы бы были, наверное, и рады, если бы не было ни одного протокола по админправонарушению составленного. Нам не нужны штрафные санкции, нам нужно соблюдение действующего законодательства. Вот с этой целью все это будет проводиться. Ну и, как мы полагаем, что то, что принято, оно будет, конечно, стимулировать всех к правильному поведению и к выдаче чеков, и, соответственно, защите прав потребителей и защите государства в части получения налогов. Скажите, а со временем вот может так произойти, что необходимость вот в этих контрольных закупках и отпадет? Вот если вот следовать опыту, который с юридическими, с юрлицами, как это вот все внедрялось и происходило, можно так сказать? Так и будет. И это, опять же, показывает опыт других стран, что это только сначала проходит достаточно тяжело, и проверок много, споры какие-то возникают на этой почве. Потом все к этому привыкнут, и, безусловно, скажем так, все поймут одну очень важную истину, которую, наверное, нужно понять как можно быстрее, что не нужно нарываться на большой штраф, там, денежный, ради получения какой-то маленькой сиюминутной выгоды при невыдаче чека и непроведении какой-то сделки через онлайн-кассу. Потому что игра не стоит свеч, понятное дело. Тут ты заплатил бы, там, грубо говоря, 3 рубля с продажи товаров 100 рублей, а тут ты рискуешь получить штраф 2-5 тысяч рублей. То есть несколько раз больше. Конечно. Но давайте поговорим о психологию, да, вот глубже копнем. Как вы думаете, почему так предприниматели относятся? Неужели они не понимают, на что идут эти налоги, которые они платят за то, что вот, да, совершают вот эти все, да, торговлю свою? Ну, вы знаете, сложно сказать. У каждого, наверное, есть какой-то свой действующий мотив. Но, скорее всего, это какая-то инерция и привычка. Вот так вот сложилось. То есть сложно перестроиться просто? Конечно, да. Ну, и сам процесс налоговой реформы, он не шел прям так просто. Это нужно было и перерегистрироваться, ознакомиться с работой онлайн-кассы, научиться, понимать, какие там бывают сложности в ее работе. Об этом тоже много пишут, и об этом эти сложности устраняются, вы знаете. Поэтому где-то кто-то сложно и медленно к этому подходит. Но я думаю, что вот эта инерция, она закончится, и все к этому в любом случае придут, привыкнут и будут пользоваться как положено. Станислав Михайлович, ну вот при разработке бюджета на этот год, наверняка вот эти в будущем собранные налоги, наверняка где-то учитывались. Но, в всяком случае, хотя бы какие-то приблизительные цифры, они где-то вот зафиксированы. Давайте немножко вот раскроем тайну, не знаю, на что могут пойти вот эти собранные деньги. На что пойдут, да. Значит, вы абсолютно правы в том, что все изменения налогового законодательства, которые были приняты в конце сентября прошлого года, они были учтены уже в законе о республиканском бюджете на 2023 год. И в связи с принятием этих законов правительство вносило поправки в законопроект о бюджете, когда он еще был законопроектом. И хочу сказать, что наш финансовый расчет показал, что от реализации налоговой реформы мы должны получить дополнительно 30 миллионов рублей. Все эти деньги в полном объеме были направлены и заложены на повышение заработных плат в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Это повышение состоялось с 1 февраля 2023 года в этих отраслях. Таким образом, вот эти деньги не пошли ни на какие другие цели, кроме как на повышение заработных плат в социальной сфере. Мы считаем это абсолютно правильно и логично. То есть получается, это повышение зарплат для учителей, которые учат наших детей, в том числе и детей предпринимателей, докторов, которые нас лечат. Я думаю, да, это должны все понимать, что государственная машина не может работать так сама по себе. И вот обычные милиционеры, врачи, учителя, это как раз те люди, которые получают зарплату, которая не берется из ниоткуда. Она берется из бюджета, из как раз вот этих налоговых выплат. Давайте еще... А, вот еще у меня был такой вопрос возник. Наш корреспондент вот за время эксперимента обошла 12 магазинчиков, кофеин. А вот налоговый инспектор, он сможет вот так вот тоже за раз выйти, вот такой объем обойти и проверить? Или как это будет работать? Да, им же еще надо будет протоколы какие-то составлять, бумаги. Ну, наверняка не будет такой скорости. Ну, я думаю, что налоговому инспектору по силам будет обойти и 12 мест за один день свой рабочий, если, конечно, там он будет с утра до вечера ходить, может быть, даже больше. На самом деле контрольная закупка не является чем-то страшным и бюрократически затянутым. То есть он приходит, как ваш журналист, как обычный покупатель, значит, просит ему продать, отпустить тот или иной товар. Если ему выдают чек, он быстро говорит, что контрольная закупка, и, соответственно, возвращается товар продавцу, деньги налоговому инспектору. Это вообще как бы без проблем. Если же, конечно, он будет сталкиваться с тем, что чек не будет выдан и покупка не будет проведена по онлайн-кассе, тогда будет составляться протокол по делу об административном правонарушении. Но я думаю, что в любом случае рассчитываю на то, что все-таки будет меньше, чем в вашем репортаже таких случаев, когда чеки не выдаются. Я думаю, что все посмотрели это информационное сообщение и понимают, что проверки грядут. Поэтому налоговым инспекторам по силам будет обходить и 12, и, может быть, и 20 за день точек, и они будут проводить проверки. Надеемся, что только проверки, без составления протоколов. Да, Станислав Михайлович, еще вопрос. Ну вот подобные, я не знаю, можно ли назвать это контрольные закупки, проводит иногда МВД, но только там проводятся они, когда есть какой-то звонок или заявление. Будет ли налоговая использовать какие-то сообщения, например, от покупателей? Или у них свой план проверок, и они будут четко ему следовать? Ну, уважаемые коллеги, мы же понимаем, что информация о том, кто чеки выдает либо не выдает, она в целом вполне доступна. То есть совершенно очевидно, что если человек взял патент либо свидетельство об упрощенной системе налогообложения, и оказывается, что у него свидетельство оплачено, то есть фиксированные платежи оплачены, а нету никаких сделок, наверное, там и происходит непробитие товара через онлайн-кассу и выдача чека. Это такое косвенное свидетельство. Все должны понимать, что это информация на поверхности. Конечно, обращение граждан, личный опыт. Мы не живем где-то на другой планете. Кто-то говорит, а вот там чеки не выдают. Ну, пожалуйста, конечно, туда придут. И я уверен, что, опять же, где-то, знаете, скрыться в этой ситуации и не платить, и не пробивать не получится. Ну да, спасибо большое. С нами на связи был заместитель председателя правительства Станислав Касап. Ну, а мы напомним, что нововведение контрольной закупки налоговой начнут проводить с 1 апреля 2023 года. Да, хочется надеяться, что вот этот период контрольных закупок все-таки пройдет безболезненно и быстро. Весна берет свое. На полях Приднестровья началась посевная. Что уже посеяли, а что только начинают, об этом поговорим сейчас. С нами на связи наша коллега Александра Гашицкая. Сегодня она отправилась в Григориопольский район на поля Тираспольского комбината хлебопродуктов. Саша, привет. Здравствуйте. Привет, девочки. Привет, привет. Рядом со мной агроном Василий Михайлович Константинов. И мы сейчас находимся на поле с пшеницей. Девочки, оказывается, вся пшеница уже посеяна. И сейчас она вот, Василий Михайлович, может показать, в каком состоянии находится. Саша, смотри, ты говоришь о пшенице азимой. Вот вы находитесь на поле с азимой пшеницей. А весной сеяли пшеницу сейчас? Это уже посеяли и яровую, и азимую пшеницу. Вот расскажите, что это конкретно у вас сейчас в руках. Это пшеница сорт Алексеевич. Это азимая мягкая пшеница. Она была посеяна сентябрь-октябрь прошлого года. Посеяна у нас в этом году и яровая. Она посеяна была в конце февраля, начале марта. Значит, ее посеяно не так много. Это твердая яровая пшеница. Она посеяна на орошении. Но посев мы начали гораздо раньше. 24 января начали посев мы зимующим горохом. Василий Михайлович рассказал мне о том, что с каждым годом сроки посевной сокращаются. И агрономы все стараются как можно быстрее начать этот процесс, потому что времени мало. Начинает солнце полить, правильно я говорю? И земля иссыхает вся. Слушайте, но я не помню, вот сколько я работаю. Я не помню, чтобы в январе начинали посевную. Весеннюю посевную. Это в этом году такая особенность? Или в принципе уже несколько лет так делаете? Ну вот смотрите, ведь есть такие культуры, которые называются двуручки, которые можно сеять что в октябре, что в феврале, что в марте. Ну а учитывая то, что у нас, видите, меняется климат, зима это уже почти не зима. То есть температура зимой, к сожалению, не похожа на зиму. Нет абсолютно снегов и вообще осадков очень мало. И поэтому, учитывая температурный фактор, что на улице не так холодно, и нам необходимо поймать влагу для получения всходов, мы вынуждены сеять как можно пораньше, пока в верхнем слое почвы есть какая-то продуктивная влага, чтобы мы могли положить семя во влажную почву. Положим семя во влажную почву, получим всходы. Дождик у вас сейчас был, вот когда дожди прошли, сейчас где вот в Террасполе были дожди по Слободзейскому району? Смотрите, значит, в нашем регионе, то есть в Григориополе, были осадки, но они были меньше, чем, скажем, по Слободзейскому району. Вот, например, Владимировка, там выпало около 35-38 миллиметров осадков, Слободзея 27, а Григориопольский район 10-15 миллиметров, то есть намного меньше, чем по Слободзейскому району. Эти осадки, конечно, нам помогли, но компенсировать то, что необходимо для получения хороших всходов, это недостаточно. Я вам хочу сказать, девочки, что вот я стою сейчас в поле и, ну, выйду, практически не запачкавшись, потому что земля уже сухая сверху, и понять, что совсем недавно был дождь, сложно. Слушайте, ну вот я вчера была на даче, вот вы сказали про Владимировку, это вот село Никольское, там земля очень хорошо промочилась, вот реально было очень тяжело даже с тяпкой работать. Получается, Григориопольскому району досталось гораздо меньше дождей. А как тогда пшеница себя чувствует, вот азима, вы в руках ее держите? Вообще в прошлом году была большая проблема с азимами, осень была такая сначала в сухую. Да, засуха продолжается до сих пор. Да, засуха была. А как сейчас пшеница себя чувствует? Ей все-таки хватило вот этой зимней влаги? Ну, я скажу так, что на сегодняшний момент, если взять, сделать сравнение с прошлым годом, развитие азимой пшеницы намного лучше, чем в прошлом году. Поэтому, если будут осадки, вот март, апрель, и особенно май и июнь, то мы будем с хорошим, с хорошим урожаем хлеба. Потому что показатели, показатели, значит, на сегодняшний день очень хороший, пшеница хорошо развита, она хорошо раскустилась. То есть, это нам позволяет надеяться, что будет очень хороший урожай хлеба. Василий Михайлович мне здесь рассказал о их индивидуальном таком лайфхаке, можно даже сказать, то, как они удобряют свои, вот допустим, всходы пшеницы. Это, если раньше, и многие агрономы так делают, и по сей день удобрения вносились разово абсолютно все, они вне зависимости, там, азотное или другого типа удобрения, то в хозяйстве Терраспольского хлебокомбината смотрят конкретно на каждый всходик. То есть, вот сейчас начался период кущения, агрономы знают, что необходимо давать азотные удобрения и вносят их. Дальше растение развивается, и в каждый определенный период будет вноситься свое удобрение. То есть, такое поэтапное подкормка поэтапное. Это называется дробное питание. То есть, не только люди думают о правильном питании, но вот пшеничку тоже важно кормить в нужное время. Правильно. Сказали, что пшеница на поливе, я не ослышалась. Расскажите, много ли таких полей? Это та, которую весной посеяли, да? А зимой у вас нет на поливе. Нет, нет, нет. Вся, вся, кто у нас посеян на пшенице на поливе, а у нас такой 1600 гектаров, она посеяна с осени, а зимая. И посеяна 152 гектара твердой яровой пшеницы, тоже на поливе она посеяна вот в конце февраля, начале марта. Вот. Почему на поливе? Потому что особенно твердая яровая пшеница без орошения в нашем климате не дает высокие урожаи. Ей необходимо, чтобы влаги было больше. Вот. А зимая пшеница на поливе, она дает тоже хороший урожай. Вот в прошлом году у нас на круг получился урожай пшеницы а зимой за 70 центнеров. Ой, это очень хороший результат. Это много, да? Алла говорит, хорошо. Василий Михайлович, опять же, рассказал о таком нюансе. Может быть, это очевидно для тех, кто с этим сталкивается. Но, допустим, для меня очевидным этот факт не был, что яровая пшеница это пшеница твердых сортов. Почему ее так мало, да, сажают? Потому что она идет именно на вот эти вот изделия. Знаете, когда мы покупаем макароны, на них написано из твердых сортов пшеницы. Вот это, это она. А зима, это уже больше мука и все хлебопекарные, все изделия, хлебобулочные делаются именно из той пшеницы. Поэтому вот такое неравное соотношение. В этом году, говорят, зимы почти не было. Очень много вредителей. Как на ваших полях ситуация? Заметили жуков уже? Значит, смотрите, вот на сегодняшний день у нас на полях, вот, например, на полях рапса уже выставлены ловушки. И наши специалисты постоянно мониторят ситуацию. Каждое утро они проезжают на эти поля, где эти ловушки расставлены, и смотрят. Если есть вредители, вот, скажем, на рапсе, там, скрытный хоботник, там, другие вредители, если они присутствуют, и их довольно-таки много, то начинается сразу борьба с этими вредителями. То есть нет никакой задержки. Все делается своевременно. Хорошими препаратами, качественными, для того, чтобы убрать эту проблему. Это касается не только вредителей, это и болезней, потому что уже подходит пора, когда температура воздуха поднимается до нужного уровня, и уже можно будет работать и гербицидами, и фунгицидами, и инсектицидами. Поэтому, значит, сейчас начинается очень горячая пора для всего агрономического состава любой агрофирмы или предприятия. Скажите, а вообще вредители проснулись? Правда, что их много, да, что они есть. Вредители имеете в виду? Да, да, да. Уже есть, уже на рапсе есть скрытохоботники. И их уже заметили и в Каменке, и в Рыбнице, и в Григориополе, и в Слободзее, и у кого эти есть вредители, там уже на этих полях работают опрыскиватели. И еще вот все-таки мы начали с того, что говорили, сказали, что началась посевная. Что же все-таки сейчас сеют на полях? Ну вот смотрите, на данный момент у нас на полях работают комплексы, и мы сеем яровую горчицу. Буквально на прошлой неделе мы закончили сеять овес, мы закончили сеять люцерну, мы начали сеять вот буквально с четверга яровую горчицу. После горчицы мы посеем редьку масличную, и после этого будет большой блок посева подсолнечника. Но это уже в апреле? Это будет скорее всего прямо с первых чисел апреля. Ага. Чуть-чуть раньше получается в этом году, да? Ну так у нас большие объемы подсолнечника. Мы начинаем чуть-чуть раньше, но опять же, учитывая температура почвы, должна быть не ниже, чем 8 градусов. Кстати, девочки, Василий Михайлович говорит о том, что работают комплексы на полях. Сегодня я увидела, что это такое. Комплекс – это современный трактор, огромная махина, и когда мы представляем себе трактор, обычно это как, ну, достаточно такая небольшая, да, небольшая машина. Здесь же это прицеп в несколько метров, десятков метров, плюс две цистерны огромные. Одна была вот сегодня на 4 тонны, и вторая на 5 тонн. В одно удобрение, в другое – семя горчицы. И, как мне сегодня рассказали, особенность этих машин в том, что они могут разного типа зерна в землю закладывать. И работает такая машина может в 6 раз больше сделать за одну и ту же единицу времени, нежели обычный трактор. То есть поле, на котором мы сегодня были, обычный трактор будет 6 суток, да? 6 дней. 6 дней займет его засеять. А вот таким вот комплексом это все можно сделать всего за сутки. Ой, здорово как. Современные технологии пришли в поля. Скажите, у меня еще вот вопрос. Вы говорили, что в январе сеяли горох, а есть уже всходы? Да, уже есть всходы. Причем это находится в Слободзейском районе. То есть не замерзли они ничего нормально, да? Ну, вообще, мне кажется, это огромный риск в январе сеять горох. Ведь если схватит мороз, вы не боялись, что вы рискуете? Дело в том, что мы посеяли там зимующий горох, который некоторые товарищи любят сеять в октябре, некоторые в ноябре. Мы, используя наш опыт, решили сделать эксперимент и посеяли его в январе. Почему? Потому что все-таки у нас зимы теплые и спровоцировав всходы, например, скажем, в декабре, и так как это, скажем, культура менее устойчива к заморозкам, к морозам, и она может вымерзнуть, чтобы мы не потеряли густоту посева, мы решили подстраховаться и посеять ее в январе. Теперь, когда всходы появились в марте, мы уверены, что мы получим нормальную густоту, нормальное развитие растений и хороший урожай. Слушайте, а когда же урожай собирать будете? Тоже гораздо раньше? Ну, мы будем его убирать в конце июня, в первых числах июля. В общем, получается, что с такой погодой у нас скоро у агрария вообще выход праздников и каникул, отпусков не будет, потому что никакого сезона, раньше хотя бы в декабре-январе отдыхали, а теперь получается, что... Круглый год посевная. Круглый год посевная, круглый год уборочная. И сбор урожая. Ну, вы же знаете, есть такая поговорка, не я ее придумал, что в сельском хозяйстве один час год кормит, а один день кормит еще больше населения всей земли. Я сегодня была внутри трактора этого комплекса и хочу вам сказать, что там все есть на все условия погоды. Если холодно, работает печка, если жарко, работает кондиционер, у трактористов играет музыка и вид, собственно, очень располагающий к работе и просто к наблюдению за всходами. Можно работать круглый год. С нами на связи был наш корреспондент, наша коллега Александра Гашицкая. Ну, а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости на ТСВ, все самые важные и интересные события этого дня. Не переключайтесь, оставайтесь в ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова